Кот Ворюга Это был кот, потерявший всякую совесть. Кот-бродяга и бандит. Звали его за глаза Ворюгой. Он воровал все – рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. Их он не съел, но на разрытую банку сбежались куры и склевали весь наш запас червей. Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Мы ходили около них и ругались, но рыбная ловля все равно была сорвана. Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить рыжего кота. Деревенские мальчишки помогали нам в этом. Однажды они примчались и, запыхавшись, рассказали, что на рассвете кот пронесся, приседая через огороды и протащил в зубах кукан с опунями. Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу кукана. На нем было 10 жирных окуней, пойманных на прорве. Это было уже не воровство, а грабеж средь бела дня. Мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские проделки. Кот попался этим же вечером. Он украл со стола кусок ливерной колбасы и полез с ним на березу. Мы начали трясти березу. Кот уронил колбасу, она упала на голову Рувиму. Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и грозно выл. Но спасения не было, и кот решился на отчаянный поступок. С ужасающим воем он сорвался с березы, упал на землю, подскочил, как футбольный мяч и умчался под дом. Дом был маленький. Он стоял в глухом заброшенном саду. Каждую ночь нас будил стук диких яблок, падавших светок на его тесовую крышу. Дом был завален удочками, дробью, яблоками и сухими листьями. Мы в нем только ночевали. Все дни от рассвета до темноты мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озер. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях. Чтобы пройти к берегу озер, приходилось вытаптывать узкие тропинки в душистых высоких травах. Их венчики качались над головами и осыпали плечи желтой цветочной пылью. Возвращались мы вечером, исцарапанные шиповником, усталые, сожженные солнцем, со связками серебристой рыбы. И каждый раз нас встречали рассказами о новых босяцких выходках рыжего кота. Но, наконец, кот попался. Он залез под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было. Мы заложили лаз старой сетью и начали ждать. Но кот не выходил. Он противно выл, как подземный дух. Выл непрерывно и без всякого утомления. Прошел час, два, три. Пора было ложиться спать, но кот выл и ругался под домом, и это действовало нам на нервы. Тогда был вызван Ленька, сын деревенского сапожника. Ленька славился бесстрашием и ловкостью. Ему поручили вытащить из-под дома кота. Ленька взял шелковую леску, привязал к ней за хвост пойманную днем платицу и закинул ее в лаз под поле. Вой прекратился. Мы услышали хруст и хищное щелканье. Кот вцепился зубами в рыбью голову. Он вцепился мертвой хваткой. Ленька потащил за леску. Кот отчаянно упирался, но Ленька был сильнее, и кроме того, кот не хотел выпускать вкусную рыбу. Через минуту голова кота с зажатой в зубах платицей оказалась в отверстии лаза. Ленька схватил кота за шиворот и поднял над землей. Мы впервые его рассмотрели как следует. Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий случай подобрал под себя. Это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство. Огненно-рыжий кот-беспризорник с белыми подпалинами на животе. Что же нам с ним делать? Выдрать, сказал я. Не поможет, сказала Ленька. У него с детства характер такой. Попробуйте накормить его как следует. Кот ждал, зажмурив глаза. Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин. Жареную свинину, заливной из окуней, творожники и сметану. Кот ел больше часа. Он вышел из чулана, пошатываясь. Сел на пороги и мылся, поглядывая на нас и на низкие звезды зелеными нахальными глазами. После умывания он долго фыркал и терся головой об пол. Это, очевидно, должно было означать веселье. Мы боялись, что он протрет себе шерсть на затылке. Потом кот перевернулся на спину, поймал свой хвост, пожевал его, выплюнул, растянулся у печки и мирно захрапел. С этого дня он у нас прижился и перестал воровать. На следующее утро он даже совершил благородный и неожиданный поступок. Куры влезли на стол в саду и, толкая друг друга и переругиваясь, начали склевывать из тарелок гречневую кашу. Кот, дрожа от негодования, прокрался куром и с коротким победным криком прыгнул на стол. Куры взлетели с отчаянным воплем. Они перевернули кувшин с молоком и бросились, теряя перья, удирать из сада. Впереди мчался икая, голенастый петух-дурак, прозванный горлачом. Кот несся за ним на трех лапах, а четвертый, передней лапой, бил петуха по спине. От петуха летели пыль и пух. Внутри его от каждого удара что-то бухало и гудело, будто кот бил по резиновому мечу. После этого петух несколько минут лежал в припадке, закатив глаза и тихо стонал. Его облили холодной водой, и он отошел. С тех пор куры опасались воровать. Увидев кота, они списком и толкотней прятались под домом. Кот ходил по дому и саду, как хозяин и сторож. Он терся головой о наши ноги. Он требовал благодарности, оставляя на наших брюках клочья рыжей шерсти. Мы переименовали его из ворюги в милиционера. Хотя Рувиме утверждал, что это не совсем удобно, но мы были уверены, что милиционеры не будут на нас за это в обиде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова